По словам жителей улицы Терлецкого, эта бесхозная территория давно превратилась в свалку. Когда привозить отходы сюда стали самосвалами, люди не выдержали. 26 мая, во второй половине дня, КАМАЗом под руководством Шевченко Константина Фридриховича сюда начал завозиться мусор. Я, к сожалению, увидел уже это после того, как уже третья машина сюда заезжала. Вот, естественно, был вынужден остановить этот процесс. Но две машины, вот видите, вдали там уже высыпано. Остановить КАМАЗ удалось, но надолго ли? Чтобы не ждать очередной партии отходов, жильцы решили обратиться за помощью к дружинникам из рубежа. Нам на сайт поступила жалоба от жителей Балаклавского района на то, что некий Шевченко Константин постоянно сбрасывает мусор в несанкционированных для этого местах. Выехав на место, мы увидели, что действительно много, куча мусора, не только те две, про которые нам нажаловались. И самое интересное, что здесь фактически является самозахват. Эта территория не принадлежит Константину. Здесь, согласно генплана, проходит дорога. Факт несанкционированного сброса мусора зафиксировали на фотокамеру. Все материалы по происшествию очевидцы прикрепили к заявлению, которое направили в Главное управление природных ресурсов и экологии. Виновника ожидает штраф от 500 до 2000 рублей. Мы поможем жителям Балаклавского района добиться правосудия, чтобы органы обратили внимание на этот вопиющий факт самозахвата. И в дальнейшем мы хотим сказать, что вот этот факт, то, что нам обратились на линию обратной связи, это, можно сказать, первая ласточка. То, чего мы долгие годы добивали, чтобы конкретно люди на местах, жители города Севастополя обращали внимание на происходящее вокруг нарушение административного кодекса и сами этого помогали решить эти проблемы властям. Подобные нарушения в Севастополе происходят повсеместно. Нерадивые граждане беспардонно выбрасывают мусор, где им заблагорассудится, превращая красивые долины в мусорные свалки. Добровольная дружина Рубеж совместно с проектом Сесвалки.нет и правительством города Севастополя в очередной раз провела рейд по незаконному выбросу мусора на территории города Севастополя. Буквально месяц назад был принят административный кодекс города Севастополя, в котором есть статья 5, которая как раз таки запрещает выкидывать любые виды мусора в незаконных местах, в неустановленных местах. Напоминаю всем севастопольцам, что есть 5 предприятий, с которыми вы можете ознакомиться на сайте правительства города Севастополя, с которыми вы можете заключить как частное и юрлицо договор о вывозе твердобытовых отходов и также строительного мусора. И обойдется это вам за 1 кубометр порядка 86-90 рублей. Эту машину дружинники обнаружили в тот момент, когда в молочную балку сбрасывали отходы. После небольшой перепалки злоумышленники все же признали свою вину. На них был составлен акт об административном нарушении. Мы задержали злоумышленников, которые пытались выбросить мусор, подъехали на машине. Мы их остановили, заставили мусор загрузить обратно. Они сказали, что они здесь неоднократно ездят, то есть оказывается они здесь не первый раз выбрасывают мусор. Но сегодня им не повезло. Стоит добавить, что на уборку несанкционированных мусорных свалок выделяются средства из бюджета города. Таким образом, за ликвидацию каждой такой свалки платят из своего кармана все севастопольцы. Иван Клепачев, Дмитрий Фомин, Александр Листопад, Севинформбюро.